МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СВОЁ ТВ продолжает программа ОКО Государева, правовой проект региона. О том, как защитить свои права и как бороться с нарушителями, все как есть на самом деле. Меня зовут Герман Кудьяров. Здравствуйте. Одно из основных направлений в работе прокуратуры защита прав граждан, в том числе и в сфере оплаты труда. Какую ответственность несет работодатель за невыплату и задержку зарплаты? Куда можно обратиться при нарушениях? И как в крае обстоит ситуация с выплатами зарплат? Об этом и не только сегодня в программе, но сперва о последних новостях прокуратуры Ставропольского края. Прокурором Грачевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Судебным следствием установлено, что в феврале 2021-го подсудимый, находясь по улице Школьная, поселка Верхняя Кугульта, из личных неприязненных отношений к потерпевшей нанес ножом один удар в область бедра. Женщина скончалась на месте преступления. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращению труженика тыла в годы Великой Отечественной войны по факту невыплаты единовременного пособия в связи с 75-й годовщиной победы. Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о понуждении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации осуществить выплату. Права труженика тыла восстановлены, ему выплатили 50 тысяч рублей. Прокуратурой города Ставрополя поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. В марте 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Он получил травмы, а водителя приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с лишением прав. Напоминаю, что вы можете задать свой вопрос экспертам прокуратуры Ставропольского края. Спрашивали, мы отвечаем в нашей рубрике. Мы разберись с мужем. У нас имеются совместные дети. Имеют ли наши дети право на жилое помещение в случае развода родителей? Да. Поскольку в силу положений Семейного кодекса Российской Федерации расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на жилищные права ребенка. Если несовершеннолетний зарегистрирован по месту нахождения жилого помещения, находящегося в собственности его родителей, то до наступления его совершеннолетия невозможно прекратить право ребенка на пользование жилым помещением, даже если брак родителей будет расторгнут и ребенок станет проживать с другим родителем, не собственником жилья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Возвращаемся в студию. Сегодня в программе ОКО Государева говорим о правах граждан в сфере оплаты труда. У нас в студии первый заместитель прокурора Ставропольского края Эдуард Ревович Мухаметов. Эдуард Ревович, здравствуйте. Здравствуйте. Эдуард Мухаметов. Первый заместитель прокурора Ставропольского края. Государственный советник юстиции третьего класса. Окончил Иркутский государственный университет. Начал службу в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре в ноябре 1992 года в должности следователя Байкала-Ангарской транспортной прокуратуры. Затем занимал должности старшего следователя прокуратуры Свердловского района города Иркутска, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел, следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного отдела прокуратуры области, прокурора Нижнелимского района Иркутской области, начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры области, а также прокурора Куйбышевского района города Иркутска. В 2015-го занимал должность прокурора Свердловского района города Иркутска. Приказом генерального прокурора Российской Федерации в 2016-м назначен на должность первого заместителя прокурора Ставропольского края. Ну и расскажите, пожалуйста, как на сегодняшний день складывается ситуация с выплатой заработной платы в крае? Ну, необходимо отметить, что по итогам первого полугодия в крае у нас общая задолженность по заработной плате составляет 93 миллиона рублей. Эта задолженность сложилась перед почти 900 работниками. Если это сравнить с 1 января текущего года, то необходимо отметить, что размер задолженности сократился на 40%. Выплачено благодаря, в том числе, усилиям прокуроров края 62 миллиона рублей 1200 работникам. Но если говорить о структуре задолженности, то основную часть долгов по заработной плате перед работниками имеют предприятия банкроты. На них приходится 90% этих долгов. Основные у нас крупные предприятия – это предприятия сельхозпроизводства. В Петровском районе два предприятия – это маслоатракционный завод и элеватор. Кроме этого, две птицефабрики – Пятигорская и Маринская. Ну вот, в целом, если в общем такая ситуация у нас. А вот источники о нарушениях, расскажите о них чуть подробнее, что ими выступает? Ну, конечно же, основным источником информации о нарушении прав граждан – это у нас являются сами обращения людей. У нас в первом полугодии поступило 722 обращения граждан, прокуратура из них 211 удовлетворено. Кроме этого, конечно же, мы взаимодействуем со всеми контролирующими органами. Ну, скажем, если предприятие не уплачивает вовремя налоги, либо взносы в пенсионный фонд, то это, конечно же, основание предположить, что, значит, там могут не выплачиваться и заработные оплаты работникам. Кроме этого, конечно же, если мы получаем хотя бы один сигнал с одного предприятия от работника о том, что ему не выплачена заработная оплата, то мы проверяем в комплексе все предприятие и проверяем, не нарушаются ли права в отношении всех работников данного предприятия. А куда могут граждане обратиться, если им вдруг задерживают зарплату? Ну, основным органом в государственной сфере надзора за ослабление прав граждан является Государственная инспекция труда. Ее подразделение есть и у нас в Старопольском крае, естественно, да, и они уполномочены на проведение проверок, на выдачу предписаний, на привлечение работодателей как юридических лиц и как должностных лиц, их руководителей к административной ответственности. За первое полугодие к ним поступило более двух тысяч обращений граждан, по которым проведено более тысячи проверок. Ну, кроме этого, конечно же, любой гражданин имеет право обратиться в прокуратуру района, города, по месту, где нарушены его права. Соответственно, в этом случае также будет организована проверка и приняты меры прокурорского реагирования. А вот помимо задержек и невыплат, какие еще бывают нарушения в сфере оплаты труда? Ну, самым распространенным нарушением у нас является так называемая серая зарплата, как говорят, это выплата заработной платы в конвертах без оформления, так сказать, соответствующих документов бухгалтерских, либо это вообще... Без договора, да? Ну, тот момент какой бывает? То есть бывает, допустим, работник официально оттуда устроен на предприятии, да, но получает официально только маленькую часть своей реальной заработной платы, да. Соответственно, именно с этой маленькой части уплачиваются и налоги, и, значит, вносы в пенсионный фонд, что, конечно же, сказывается на его социальной защищенности, в том числе и в перспективе в дальнейшем. А есть факты, когда у нас вообще, значит, правоотношения между работодателем и работником не оформляются трудовыми договорами, либо там заключаются гражданские договоры, либо вообще никаких договоров не заключаются, просто человек ходит, выполняет свои трудовые функции, получает какие-то деньги, а потом, значит, когда... Такое часто бывает, когда случается какое-то несчастье, допустим, несчастный случай на производстве, оказывается, что трудовые правоотношения не оформлены, и это, конечно же, очень сильно сказывается на социальной защищенности этих людей. Поэтому вот это самая такая распространенная тема не только в нашем крае, но и по стране, и мы, и трудовая инспекция с этим боремся. Только в первом полугодии по постановлению прокуроров привлечено по части 4 статьи 5.27. Это как раз статья, которая предусматривает... Часть статьи, которая предусматривает ответственность за неоформление трудовых правоотношений. привлечено 30 работодателей. Кроме этого, такую же работу проводит и ГИД. Вот такая основная проблема, которая постоянно обсуждается и в прокуратуре, и в правительстве края, и совместными усилиями мы, конечно, пытаемся минимизировать вот эти вот потери и риски, связанные с такими нарушениями законов. А вот расскажите, работодатель, который не выплачивает зарплату, он, разумеется, несет уголовную ответственность за это? Ну, у нас как бы два вида ответственности основных. Это административная и уголовная. Административная ответственность работодателя за неоплату заработной платы предусмотрена статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Значит, там есть дифференциация определенная, да, то есть, скажем, если работодатель первый раз не выплатил заработную плату, то одна ответственность, если второй раз не выплатил, то уже может быть предусмотрена в том числе и дисквалификация руководителя, то есть отстранение, вот управление этим предприятием. Кроме того, есть ответственность уголовная. Это статья 145.1 УКФ, которая предусматривает уголовную ответственность. Ответственность уголовная тоже предусматривается как за частичную невыплату, так и за полную невыплату. За частичную свыше трех месяцев, за полную свыше двух. У нас в крае в первом полугодии таким фактом возбуждено 17 уголовных дел, в том числе 6 по материалам прокурорских проверок. Расследование по данному уголовному делу может быть прекращено в соответствии с примечанием к статье. В том случае, если работодателям будет погашена заработная плата, долги в ходе расследования. Таких у нас фактов 4. То есть работодатели выплатили зарплату и дела были по примечанию прекращены. В целом был возмещен ущерб на сумму более 4 миллионов рублей. Ух ты. У меня все вопросы. Спасибо вам. Спасибо. На этом наш эфир подходит к концу. Вы смотрели программу Ока Государева, совместный проект телеканала Своё ТВ и прокуратура Ставропольского края. Меня зовут Герман Кудеяров. Увидимся, как всегда, через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова